Привет, это Reborn, а вы смотрите обзор фанка-фигурки. Сегодня у меня на столе фигурка Эйса, это персонаж из аниме One Piece. Давайте же посмотрим сначала на коробочку, потом ее вскроем и посмотрим на свою фигурку. Вот так вот выглядит коробка с передней стороны. Здесь у нас логотип компании Pop Animation, логотип аниме One Piece, нарисован Эйс, название Podcast D-Ace и номер 100. С этой стороны у нас опять же логотип фанка-поп, Эйс и номер 100. С этой стороны у нас ничего нет и, как обычно, самое интересное у нас, конечно же, задняя сторона. Здесь у нас представлены другие фигурки из этой коллекции. Здесь у нас представлены Луфи, Чоппер, Эйс и Трафальгар Ло. По-моему, есть еще какие-то фигурки, например, точно есть фигурка Нами, точно есть фигурка Фрэнки, но почему-то в этой коллекции они не представлены. Из всех них мне нравится, конечно же, Луфи, возможно, я бы еще и Чопперу купил, может быть и Трафальгар Ло, не знаю. Но давайте вскрывать коробочку и посмотрим на саму фигурку поближе. Вот такая вот фигурка и у меня сразу есть к ней претензия. Она не стоит. И это очень странно, почему в эту фигурку не положили подставку, потому что обычно, когда фигурка неустойчивая, ей дают подставку и тогда уже она нормально стоит на подставке. Но здесь, вот, волосы или шляпа перевешивают и Эйс падает. Ладно, она все равно у меня стоит в коробке, поэтому это такая себе претензия. Давайте смотреть на фигурку. Сразу заметно на фигурке, это, конечно же, шляпа, в которой как раз-таки ходит Эйс на протяжении всего сериала, пока его не убили. Да, это может быть для кого-то покажется спойлер, но его убили аж в 400 какой-то серии. И это, наверное, первый персонаж, который вообще умер в этой манге. Точнее, в этом аниме, но и в манге тоже. Давайте смотреть. Здесь у нас два смайлика. Один такой какой-то ехидный, радостный, улыбчивый. Другой смайлик, наоборот, грустный. Я не знаю, что это обозначает. И, по-моему, в манге об этом никогда не говорили. Либо говорили, но я уже не помню, потому что смотрел ее давным-давно. Также на шляпе есть вот такие вот, как бы, бусинки. Я не знаю, шляпа оранжевая, как вы видите. По краям она немножечко мягкая, вот даже гнется. Так что ничего не сломается. Шляпа висит на такой вот ниточке. Эта ниточка, кстати, вот так вот даже можно ее отгибать туда-сюда. Она резиновая, с ней тоже ничего не случится, никуда она не пропадет. На шее у него вы можете также увидеть вот такие вот бусинки. Такие же, как на шляпе. На руках у него, конечно же, огоньки. Потому что Эйс, как вы знаете, владеет огнем. У него фрукт... Ой, я даже не знаю, не помню, как он называется. Короче, огненный фрукт. Давайте посмотрим на штанцы поближе. На штанах у него видно ремешок. На ноге у него какие-то... Еще какой-то ремешок с кармашками. Также у него сбоку вот такой вот маленький, миленький кинжальчик. На спине у него можно увидеть логотип команды Белоуса. Вот такой вот флаг, если вы его видите. Да, наверное, видите. Ну и, в принципе, вот такая вот фигурка. Плохо, что она не стоит. А вообще она выглядит очень и очень классно. Эта фигурка, кстати, не башкотряс, если вдруг кто-то не знал. Потому что башкотряса это только Дисней, Марвел и все, что связано с Дисней. Но голова крутится. Крутится она на все 360 градусов. Так что кому-то, если кто захочет, может повернуть ее вот так. Либо вот так. Я не знаю, кому это правда надо. Вот такая вот фигурка Эйса. Я бы еще, наверное, купил Луфи и показал вам его. Если наберется на этом видосе лайков, ну, хотя бы 50, то я куплю Луфи и покажу вам Луфи поближе. Ну, а если вам видос понравился, не забывайте ставить под ним лайки. Не понравился, ставьте дизлайки. Кто же вам будет запрещать, обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь в первый раз. Оставляйте комментарии по поводу фигурки, по поводу обзора, по поводу аниме One Piece, нравится оно вам или нет. Ну, а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok